Чудо детям, особый мир. Сегодня по статистике на каждые 70 детей приходится один ребенок с диагнозом аутизм. Это психическое расстройство, влияющее на восприятие окружающего мира, взаимодействие с ним, на отношения и общение с людьми. И проявить себя этот недуг может в любом возрасте. Только по официальным данным, более 300 юных челнинцев живут с таким заболеванием. И вот хорошая новость. В следующем году для них откроет свои двери специальный центр лечебной педагогики. Он неизлечим, но жить с аутизмом можно. Да, их мир другой, искаженный. Но это с точки зрения здорового человека. Они же просто воспринимают все иначе. Но это не значит, что дети, да и взрослые, с таким диагнозом должны быть предоставлены сами себе. Им просто необходимо помочь стать самостоятельными. Однако в России пока мало кто знает, как это сделать. Это надо сообразить, как отработать пальцем. Собрать, ждем. Я ничего не подсказываю. То есть, если я буду говорить, давать команду, вот, молодчина, буду давать команду, мы его натренируем на выполнение команд. Любовь Яненкова, специалист из Москвы, ее пригласил в благотворительный фонд «Особый мир» проконсультировать челнинских коллег, родителей, а также провести индивидуальные занятия. В своей работе она применяет сенсорно-интегративную терапию, работает с органами чувств. Сегодня в городе занятия с такими детьми проводят на базе психоневрологического диспансера. Но здесь уже тесно. А потому фонд приступил к созданию нового, особого мира для них – Центра лечебной педагогики. Этот центр вам необходим, потому что, судя по тому количеству детей, которые хотели бы показаться на консультации с диагнозом аутизм или аутичный спектр, очень много. Центр лечебной педагогики появится в поселке ГЭС. Он займет помещение бывшей музыкальной школы номер один. Здание на безвозмездной основе предоставил город. Крыша и стены есть. Это и было самым сложным. Дело теперь за малым. Мы нашли благодаря трем нашим меценатам сумму чуть более миллиона. И вот ремонт электропроводки только встанет нам в 650 тысяч. Как приходили специалисты, выяснили, что здесь нет заземления, что здесь алюминиевые провода. То есть надо будет полностью менять всю систему электропроводки во всем здании. Сменит свое место расположение и электрощитовая. Подвергнется реконструкции системы отопления. Заменит и ведущую на второй этаж деревянную лестницу. Делать из другого материала удобный, комфортный. Делать пандус, чтобы детки на колясках поднимались на второй этаж. В центре лечебной педагогики каждому человеку, несмотря на его диагноз, будет комфортно. Кроме того, он станет многофункциональным. Здесь будет и комната барабана терапии, и для сенсорных занятий, гончарная мастерская, танцевальный зал, обучающие классы и другие кабинеты. Водная комната нужна для чего? Для того, чтобы ребенок вернул себе то потерянное тактильное ощущение, которое практически у каждого ребенка с тяжелыми ментальными нарушениями есть. Здесь будут дети играть с водой в присутствии педагога специального, в присутствии волонтера, тьютера или родителя. Играть с водой, мазать себя красками, валяться в крупах различных. Стены во всех помещениях украсит тематическая роспись, и в этом специалисты уже видят обучающий момент. Всего на ремонт и оснащение центра лечебной педагогики требуется более 5 миллионов рублей. И здесь организаторы рассчитывают на материальную поддержку неравнодушных людей, которые, например, могут пополнить специальный счет в банке. Реквизиты есть на сайте stvmedia.ru или выбрать способ попроще. Надо всего лишь отправить смс. Номер 4647. Люди отправляют. Поможем. Пробел сумма цифрами. Это сделать очень легко, проще всего. То есть многие люди из-за своей занятости, они не могут идти в банк. Открыть центр под названием «Чудо-дети» планируют летом. Помощь здесь ребята и их родители будут получать бесплатно. Также здесь будут проходить встречи со специалистами из других городов. Елена Портнова, Дмитрий Краченко, РНТВ, Набережная Челны.